здравствуйте друзья у нас вопрос о женщинах зачитывает светлана светлана давай вопрос у меня за жизнь за жизнь вы как-то сказали что сейчас в возрасте 60 лет стали по-другому относиться и видеть женщин я вот все ходил и думал что это вы такое видите чего сами не видели в 20 или 40 это напоминает вашу историю с мужиком который если бы я тогда знал что знал сейчас что знаю сейчас то с первой женой бы не разводился да вот вопрос в этом и состоит могли бы вы поделиться мыслями по этому поводу что же такого есть женщине чего мужчина не понимает не видит и не ценит свои 20 и даже 40 ну давайте я напомню про мужика который не разводился бы значит просто дядька причем они от разных людей слышал то же самое они говорят там 3 жена 4 и человек который вот он все искал искал правильную жену и он говорит если бы я знал тогда то что знаю сейчас я бы из первой не разводился он-то думал что дело в жене делать не в ней вот но да я действительно говорил о том что с возрастом меняется отношение ну женщина в целом пока ты молодой пока ты как сказать жизнь мало знаешь и у тебя иллюзии какие-то есть на этот счет вот тебе кажется что можно там допустим кого-то переделать вот у людей много сил уходит на то чтобы там кого-то переделывать и это сложно и это практически невозможно то есть конечно если мужику там 30 лет и он женился на девушке который 20 да ему достаточно но может быть не сложно и и немножко воспитать как бы вот в том в том ключе в котором он хотел бы ее там воспитать но в принципе когда люди примерно одного возраста и так далее это сложно во-первых ты сам не понимаешь что ты хочешь здесь какие-то ожидания ожидания могут оправдаться или нет но но дальше идет время и ты понимаешь что твои ожидания были неправильно то есть ты не можешь ожидать что другой человек перестанет быть сам собой а станет вот таким каким ты хочешь его видеть на сто процентов это первое второе ты начинаешь понимать что тот человек который который тебе хотелось может быть как-то изменить вот он ничуть не хуже чем то под что ты хотел его изменить по этим то есть он на самом деле достаточно яркий самоценный и и не менее правильный чем ты сам вот тоже начинаешь понимать кроме того ты начинаешь понимать насколько прекрасно вообще каждый человек прекрасен вот а женщины они по-особенному прекрасно и они не для того чтобы их изменять понимаете они для того чтобы балдеть наслаждаться и вот как бы сказать и носить на руках вот если вы в 20 лет сможете я не знаю насколько это возможно но если в 20 лет сможете сказать себе вот у меня есть девушка женщина вот я ее я ее ношу на руках и и она должна быть счастливой вот это моя функция такая вот но трудно в 20 лет так я не знаю наверное люди разные всегда то есть мы из этого исходим и кто-то так он родился таким а кто-то приходит к этому а кто-то никогда не приходит к этому дел такое вот то есть может быть в домострое этом системе отношений домостроя это и не и не предполагается вот но но со временем как-то начинаешь больше ценить и есть еще один момент когда ты начинаешь понимать цену которую ты платишь за то что ты в конфликте за то что ты кого-то придавил за то что ты обижаешься или обижаешь и так далее как начинаешь понимать цену этого всего до тебя доходит что она не стоила того вот то чего то чего ты хотел добиться она не стоит того чтобы там портить отношения того же переживать там заболевания всевозможные от этого дела происходит весь мир в котором ты живешь с каким-то неправильным эти она того вообще не стоит поэтому мы мы выросли в агрессивной среде понимаете так так получилось вот наше поколение во всяком случае вот послевоенная мы в такой достаточно агрессивной среде а те кто те кто был до нас они росли в еще более агрессивной среде тут слов нет но тем не менее по сравнению с тем как вот мы видим то здесь соединенных штатах где вообще к никакой агрессии толком нет так как в инкубаторе в теплице люди растут поэтому может быть мы больше склонны как-то что-то такое доказывать отстаивать настаивать вот и это не это не путь вот особенно в отношениях вот между там скажем мужем и женой там девушка и парня это не путь давить навязывать манипулировать это не путь вот поэтому наверное я это имел ввиду но опять это все очень-очень индивидуально привати если я что-то понял там 60 чего не понимал 40 это не значит что другой человек идет именно тем же путем он может быть что-то свое понимал или не понимал светочка давай я немножко уйду именно от такого конкретного вопроса скажи немножко более общей вещи да дело в том что как и каждый человек в отдельности проходит в разные периоды своей жизни через определенные кризисы кризисные ситуации эти все кризисы они описаны в литературе там есть возраст или и возрастные до семилетний кризис потом там какое-то поселение даже сейчас цифры не помню также и семья проходит у молодой семьи тоже есть кризисы связанные со становлением этой семьи так вот самый последний кризис это кризис среднего возраста мужиков у мужиков и у женщин он тоже есть конечно так вот когда уже люди переходят за этот кризис уже по моему там дальше уже кризисов никаких нет ни у семьи ни у людей то есть дальше уже они если они все это вынесли все эти кризисы преодолели то у них с возрастом появляется мудрость логостность логостность терпимость и дальше уже все как по маслу поэтому самое трудное в начале а дальше уже легко ну то есть первые 40 лет до совместной да это ну я пытаюсь понять что ты сказала то есть время время лечит как бы нет я говорю что с возраста мудрость приходит из невозможно 20 лет понять то что ты понимаешь 60 просто физиологически невозможно для этого нужно жить прожить который тебя чему-то научит ну конечно хорошо учиться на чужих ошибках но все равно так не получается насколько люди не говорят надо учиться на чужих все равно каждый проходит свои ошибки свои кризисы свои периоды что-то из этого моста ну скажем так способность учиться на чужих ошибках это очень редкая способность нет это правда она очень редко это эмоции это чувство это свои собственные выводы которые ты делаешь ты можешь других послушать да и может быть у тебя на это счет появится какие-то свои мысли но например вот 20 лет сказать а ну хорошо вот я пройду все эти кризисы потом через 40 лет мне будет хорошо это даже смешно так это не получится каждый должен свой путь пройти просто вот общее понимание и так человек устроен это физиология даже физиологическое развитие самого человека приводит тому что уже с возрастом ты становишься более терпимым какие-то вещи которые 20 лет это физиология не психология нет физиология что 20 лет но тебя так сильно напрягает и ты взбиваешься я не могу и только носить все мы разбежались все мне не конец а уже потом ты думаешь а что нам все не так плохо господи так все хорошо на одни и те же вещи поэтому это невозможно перескочить через это тут еще есть момент все таки мы очень часто свои собственные проблемы которые в нас сидят и и и и кроме как внутри нас они решиться не могут мы переносим на других людей и и тем кто ближе обычно больно больше достается естественно да так положено ну не знаю так вот получается не сдерживать тогда когда мы находимся в обществе а дома можем себе позволить дома можем больше позволить чем на людях да но вопрос в том что с возрастом ты начинаешь лучше понимать в чем причина тех или иных проблем если в молодости тебе кажется что это все они что ты такой весь хороший белый чистый а вот если какая-то проблема то это откуда-то еще взялось кто-то тебе помешал быть с возрастом ты начинаешь лучше понимать что дело собственно в тебе если она так случилось то потому что ты может быть даже ты этого хотел а может быть ты может не хотел бы ничего не сделал ты начинаешь меньше искать причину на стороне хотя я знаю людей которые в любом возрасте в любом возрасте ищут ищут на стороне но и но тем не менее как-то немножко лучше начинают понимать поэтому создается меньше конфликтов ну посмотрите у вас жизнь впереди вот так запишите себя на бумажечку и посматривайте вот это на самом деле с возраста же меняется отношение не только женщин с возраста меняется отношение к очень-очень многим вещам если если непрактически ко всем ну а отношение к женщинам ну конечно это как часть вот тех изменений которые с человеком происходят я бы так сказал все ребята спасибо за внимание и мой совет значит носите на руках и получайте удовольствие от жизни сегодня не завтра не послезавтра не не в будущих жизнях а вот прям сегодня вот и тогда и с вами будет легче другим людям и вам самому будет легче самим собой счастливо